Емкость объемом 336 вёдер. Каждый час втекает 70 вёдер, а через другую трубу вытекает 42. За какое время емкость наполнится? Ну, между прочим, эта задача когда-то была одной из главных школьных задач. Ну, не это такого типа. И школьники десятками решали, причём тогда считалось неприличным писать буфы X, A, B и так далее. Надо было всё уже по действиям делать. В общем, поколение ваших прабабушек и более старших натерпелось от этих ёмкостей. И можете посмотреть мультики 60-х, 70-х годов. Там всё время детей пугали всякими насосами. Полтора землекопа. Да-да-да, полтора землекопа. И так далее, и так далее, и так далее. Но на самом-то деле задача кричайшая. Ольга, слушай, дайте расскажу. Много лет назад Я под Новый год сидел в квартире на Университетском проспекте, и вдруг соседи оторвали трубу. Под Новый год? Под Новый год. Причём они оторвали трубу с горячей водой. Дом был очень мощный. Он и сейчас стоит в Университетском проспекте, дом 9. Кто там рядом окажется, привет передавайте этому дому. Так вот, ребята, была квартира, расположенная ровно надо мной. Я сидел около компьютера, что-то делал, 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 и вдруг слышу капает. Ну, сначала я подумал, ну, малый дождик какой начался под Новый год. Потом удивился. Пошёл на звук и обнаружил, что с потолка льёт, в общем, могучий поток. Побежал к соседям, спросил, что у вас. Оказывается, они сделали суперремонт и собрались огромной толкой праздновать окончание ремонта. Там, закупили какую-то замечательную мебель, паркет и так далее, и так далее, и так далее. И от избытка чувств кто-то из них зашёл в туалет и рванул трубу. Она переломилась. Человек оказался очень сильным. Я вряд ли такое бы сумел. И просто из стенки бьёт струя. Горячая, могучая струя воды. Да, дом 12-этажный. Замечательный, крепко построенный. Я спросил, а вы вообще звонили? Абсолютный потоп. У них ещё маленький ребёнок, поэтому была детская ванночка. Так они молодцы догадались. Ванночки зачёркивать и выливать большую ванну. Ну, там кто-то, значит, унитаз выливал. Но проблема в том, что уже не справлялась, и такой полуметровый слой воды в квартире уже стоял. Вот. И кровня уже проливается. Вы вообще звонили? Они сказали, да. Позвонили. Нам сказали, что через несколько часов придут. Как через несколько часов? Нет, нам сказали, что им сейчас не до этого. Они там Новый год отмечают, вот когда отметят, придут. Ну и шо? А что вы делать будете? А, легко. Понимаете, под Новый год они были тогда немножко все пьяные. Ну, собственно, иначе бы они трубу не оторвали. А мы сейчас всему дому воду перекроем. Как? У вас же нет ключа от того места, где главный кран? Да, нет. А мы пойдем на чердак, чердак открытый. И мы там откроем все краны, и тогда вся вода выльется, и у нас давление станет поменьше. Слушайте, всю воду Кагаринского района вы не выльете. Сколько бы кранов не пооткрывали. Да нет, надо всем открыть краны, всему подъезду, тогда вода кончится, и все будет здорово. Не надо. Нет, мы пойдем. Но переубедитель был абсолютно невозможным. Они действительно пошли. Действительно нашли там, открыли. И, ребята, вот что такое действительно архитекторы. архитекторы. Эти уроды на чердаке на полную мощность открыли кран. В доме работают лифты. Вода текла по лестницам, и лифты не встали. И нигде ни один провод не заискрил. то есть эти уроды были предусмотрены проектом. Что-то если там вода откроется, то у нее был путь встречи. Я не сумел переубедить, им было невозможно, они были уверены, что вот-вот она должна стать поменьше. Я пошел в свою квартиру, взял тарики, стал выливать. Делать что-то ко мне чуть-чуть меньше проходило. Но тем не менее в моей тоже возник слой воды, не полуметровый, но несколько сантиметров. Был даже побольше. Вот. Я вычерпывал, лил, вычерпывал, лил, стоял под дождем. В какой-то момент все-таки ремонтники сообразили и приехали, закрыли воду, посмотрели на сколько этажей вниз пролило. и электричество не выключилось. Высохло, вошло в дом и на следующий день ничего не напоминало, кроме чуть-чуть мокрого потолка, что эта история была. Так что для меня это личная задача, воспоминания о той новогодней ночи. В книжку не напишешь слишком долгая история. а здесь рассказать нужно. Итак, что мы делаем? 336 делим на 70 минус 42. Вот и все. 336 разделить на 28 и это по-моему 12. Ну, 280 читаем, здесь 56 56 12. Замечательно все. Все. Получился за 12 часов емкость наполниться. Между прочим, вот этот эффект забавы, смотрите, с одного конца втекает, но больше, чем вытекает. Поэтому рано или поздно заполнится и пойдет через край, если не выключить. втекает. Продолжение следует...